Приветствую, друзья. Наши дети смелее, чем старшее поколение. И это прекрасно. Помните, как Путин заявил, что льготную ипотеку взяли 500 миллионов человек? Этой нормой смогли воспользоваться льготная ипотека в 2,5% на свыше 500 миллионов человек. Ведь никто не поправил, никто не сказал. Владимир Владимирович, простите, но население всей страны 145 миллионов. Мы что, китайцам раздавали ипотеку, да еще и льготную? Ну вот, стоило Путину брякнуть ерунду на встрече со школьниками, как ему прямо в лоб об этом и сообщили. Чего Петр Первый семилетнюю войну учинил? Ну, чего он со шведами там 7 лет воевал? Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война. Кстати, надеюсь, у мальчика все хорошо, и его не признали каким-нибудь там иностранным агентом. Ну, шутки шутками, а тут важнее другое. Зачем вообще Путин полез в эти дебри истории? И вообще, битва под Полтавой, вы представляете, где Полтава, да? Где Швеция, а где Полтава. А решающая битва между армией Петра Первого и Карла Девнадцатого состоялась под Полтавой. Причем видно, что это действительно его интересует, а вслед за ним интересует всю машину государственной пропаганды. Только что государственные каналы уделили неожиданно много эфирного времени свадьбе одного из карикатурных Романовых. Состоится свадьба потомков династии Романовых. По исторической значимости, но это событие можно разве что сравнить со свадьбой Николая Второго с Александрой Федоровной. Без преувеличения, это будет свадьба века. И даже если отвлечься от рассуждений, правильный это Романов или нет, это все выглядит глупо и странно. Ну, всерьез обсуждать императорскую свадьбу в двадцать первом году двадцать первого века, через сто лет после падения империи, вы шутите? Ну, госканалы это делали всерьез. Впечатление, что страна как будто бы провалилась навек с лишним в прошлое. Для дома Романовых это первая свадьба за сто двадцать лет. На церемонию пригласили около пятидесяти представителей королевских фамилий и еще около сотни гостей. Накануне во Владимирском дворце молодые дали приветственный ужин. И это совсем не случайность. История, причем выдуманная, стала государственной идеологией. Вот Путин написал статью об итогах Второй мировой войны. И вы будете смеяться о попытках переписать историю. И сегодня вышла статья Владимира Путина о Второй мировой войне. Она опубликована сразу в двух изданиях. У нас, в российской газете и в американском журнале National Interest. В самом названии статьи есть большой элемент грустной иронии. Поскольку историю на самом деле пытается переписать сам Путин. Но в целом странно. Путин же не историк по образованию. Опыта работы в архивах у него вообще нет. Президент долго и тщательно работал с архивными документами, которые дают четкое понимание, что привело к войне и кто несет ответственность. Но если не считать, конечно, архив КГБ в Дрездене. Да и тайминг интересный. Путин пишет статью об итогах Второй мировой войны в 2020 году. На дворе эпидемия, падение экономики и доходов. Смертность бьет все рекорды. Точно не то время, когда глава государства должен бросить все дела и писать исторические статьи. Причем на те темы, которые в научном сообществе особых-то вопросов не вызывают. Или вот историческая статья Путина о единстве русского и украинского народов. Тут сразу два вопроса возникает. Первый. А президенту правда больше нечем заняться, кроме как рассказывать про исторические процессы в Великом княжестве Литовском, жизнь и деятельность Богдана Хмельницкого и Воловьевский циркуляр от 1863 года? И второй вопрос. Конечно, эту статью можно воспринимать как декларацию в сфере международных отношений. Но для таких деклараций у президента есть совершенно другие форматы. И в его руках достаточно рычагов, чтобы решать вопросы внешней политики более эффективно. Зачем главе государства от своего имени публиковать целые простыни сомнительных исторических изысканий? Взгляните на нашу многострадальную конституцию. Президент является главой государства, гарантом прав и свобод граждан, определяет направление внешней и внутренней политики. Еще раз. Определяет политику государства, а не историю. А в политике, что во внешней, что во внутренней, у нас достаточно проблем. Годами требующих решений. Я даже не буду перечислять все эти проблемы. Я много говорил о них на этом канале. Кстати, подпишитесь на него, если еще не подписаны. И поставьте лайк этому видео. Это поможет увидеть видео другим людям. Так вот. Вместо решения политических проблем, Путин все чаще выступает на исторические темы, что иногда, честно говоря, заставляет сомневаться в его адекватности. Иван Грозный убил своего сына. Это еще неизвестно. Убивал он своего сына? Нет. Многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще. Вот Ярослав мудрый. Он мудрый, конечно, человек. Он много сделал для развития страны. Но престолу наследия он не определил так, как это было в некоторых западных странах. Открываю некоторые учебники школьные. С удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Создается впечатление, что события глубокой древности его интересуют больше печального настоящего. Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех участников, гостей церемонии открытия памятника императору Александру Третьему. Почему это происходит? У меня есть объяснение. Для начала ретроспектива. Не пугайтесь. В отличие от Путина, я не буду вас грузить по овцами и печенегами. Давайте посмотрим на самого Путина. Не самый талантливый разведчик. Почему не самый? Работа в соцлагере в Восточной Германии, директором клуба. Потом ссылка на должность помощника ректора Ленинградского университета. Все это свидетельствует. Затем работа в мэрии Санкт-Петербурга. Сначала в должности, как бы теперь сказали, главного по продаже Родины. Председателя комитета по внешним связям. Дальше повышен до уровня разводящего между бандитами, комитетчиками и чиновниками в бандитском Петербурге. Вместе с Собчаком проигрывает губернаторские выборы. Затем в 1996 году переезд в Москву на должность заместителя завхоза Кремля. А уже через три года становится главой государства. Вот вдумайтесь, три года от замзавхоза до руководителя крупнейшей страны. В нормальной политике люди проходят такой путь за десятилетия. Долгие годы политической активности, публичные и выборные должности разного уровня, агитация, дебаты, встречи с избирателями, опыт управления городом, регионом и только потом страной. А тут три года. Ни политического опыта, ни программы, ни идеологии, ни электоральной поддержки. Путин оказался на высшем государственном посту случайно. Так получилось, такое стечение обстоятельств. Садись! Занимайся государственным делом! Весь его опыт, понимание мира, оно совсем о другом. О доносах, о разводках между бандитами. И вот с этим видением он приходит в Кремль. И приводит туда своих дружков. От борца Ротенберга до очень и очень странного Ковальчука. И не менее странного Грызлова. Окапывается, и на нас начинают валиться петрики. В активе Петрика и другие изобретения. Выращивание драгоценных камней, получение платины из газовых смесей, прозрачная броня, вечные батарейки, формула беспроигрышной игры в казино и разгадка секрета скрипок Страдивари. А стратегического видения мира по-прежнему нет. Есть рефлексирование, есть обиды на элиты, которые не принимают за своего. Есть желание восприниматься крутым, но нет понимания, что нужно стране. Каково ее страны, место в мире. И отсюда шарахание от Европы к Китаю, которому мы уж точно иначе, как сырьевой придаток, не нужны. У нас-то ведь с Китаем сейчас уровень развития экономики встретился, но расходясь на встречных курсах. И Путин в начале своего президентства прекрасно понимал, что это президентство носит случайный характер. Понимал, что люди это понимают. Но эта случайность внезапно продлилась дольше задуманного. И вот Путин остался на второй срок. Потом не смог уйти из власти после окончания второго срока. Настоял на рокировке. А затем четвертый срок, потом обнуление. Снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента. И вот уже 22 года у власти совершенно случайный человек, который собирается сдержаться на посту до 2036 года. А то и подольше. И надо понимать, случайный человек на таком посту 4 года – плохо, но не критично для страны. Третье десятилетие – катастрофа. В экономике, в образовании, в культуре, в международных отношениях. И тут возникает вопрос о легитимности. Путинский срок у власти, он совершенно монархический. Но у монархов с легитимностью было просто. Если родился в правильной семье, то царь по праву. Плюс тебя семья, как правило, готовит к будущей роли. Не повезло родиться? Прости, самозванец. Конечно, в современном демократическом обществе легитимность главы государства подтверждается выборами. Но, во-первых, не тогда, когда речь идет о пятом, шестом, седьмом и далее сроках. А, во-вторых, путинским выборам грош цена. И все это прекрасно понимают. Путин свои проблемы с легитимностью осознает. И пытается решить их через историю. Мол, вся история России – это череда подвигов, в совершении территориальных приобретений. И он, Путин, достойный продолжатель и идейный наследник киевских, новгородских князей, московских царей, российских императоров и так далее. А раз так, то и легитимность его, вне всяких сомнений. И вопросов к его пожизненному правлению быть не может. Ну, вы же не можете требовать ухода от власти, продолжателя исторического пути и собирателя, и хозяина земель русских. В целом, это можно было бы считать безобидным чудачеством пересидевшего в свое время деда. Популярности и легитимности все это все равно Путину не добавляет. Но тут есть одно «но». Невозможно вести страну в будущее, если пример для подражания ищешь в глубоком прошлом. Путин ищет свою легитимность в новгородских летописях, в войнах российских императоров и в пакте Молотова-Риббентропа. Но пока он глядит в прошлое, это самое прошлое само лезет в наше настоящее. В стране уже появились династии, практикуются пытки, есть касты неподчиняющихся законам, есть регионы, отданные на откуп местным князькам, есть практически официальная цензура, начинаются процессы над врагами народа. Поэтому, к сожалению, увлечение Путина историей – это не совсем безобидная вещь. Переписывая историю, а его изложение истории – это именно переписывание, он погружает всю страну в средние века. Постепенно, но неуклонно. А жить-то хочется в будущем, особенно молодежи. Да и мне, честно говоря, тоже хочется вперед, а не назад. Это очень важно понять. Путин – это не просто автократ. Казнократ, лидер большого мафиозного клана. Путин, что гораздо хуже, непреодолимое препятствие на пути развития страны, на пути российского общества в будущее. Для Путина перспективы и надежды всей страны оказались менее важны, чем пролонгация личной власти. И это главный недостаток несменяемого единоличного правителя. Пока он у власти, движения вперед не будет, только бесконечное погружение в историю в поисках легитимности. Вы спросите, а что делать? Ну, точно, что не играть в его игры. Не верить сказкам про выборы. Про будущую хорошую жизнь. Эта жизнь, если и будет хорошей, только у его окружения. И то уже недолго. Мы должны понять и объяснить другим. В стране нет легитимной власти. Есть бандитский клан, ее захвативший. И не надо поэтому рассчитывать ни на их пенсии, ни на их здравоохранение, ни на их образование, ни на их защиту, ни на вклады в их банки. Пока бандиты у власти, все это будет либо большим обманом, либо обманом чуть поменьше. Вырывайте свое сейчас, если можете, и наращивайте личную независимость от этой шайки. Она сама грохнется. Важно не остаться под обломками и не оставить под ними своих детей и родителей. Счастливо вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!